Доброе утро! Елена нашла по наводке одного из покупателей. Из наших покупателей, да. Мелвин Брэгг. Приключения английского языка. Ничего относящегося к анатомии здесь нет, зато к филологии точно. Приключения английского языка. Интересная очень книжка. Вот сколько я успела пролистать страничек, посмотреть. Друзья, рекомендую, особенно тем, кто имеет какое-то представление об английском языке, будет точно интересно. Вместе с Мелвином Брэггом смогут совершить увлекательное путешествие и узнать об английском языке. Давайте зададим вопрос. Ну, вопрос я подготовила, что называется, в тему. Наши покупатели... Ой, извиняюсь. Наши телезрители должны ответить на такой вопрос. Как в лингвистике называют говорящих на английском языке англоманами или англофонами? Вот. То есть даже два варианта ответа. Англоманы или англофоны. Кто они, говорящие на английском языке, по мнению лингвистов? 311-29-47. Звоните прямо сейчас. Ну, это прямо нечестно, друзья. Почему нечестно? Да, легкий вопрос. Да? Да, конечно. Ну, наша задача просто растормошить или зрители, чтобы они проснулись. Звоните, давайте. Действительно, вопрос простой. Давайте теперь к книжкам-любителям приключений дальних стран. Чем это очень не увлечься? Появилась новая серия. Она называется «Наши едут по Европам». Написал книжечку Николай Лейкин. И книга называется «Где зреют апельсины». Где зреют апельсины? В этой серии уже три книжки вышло. Здесь сквозные герои. Чита Ивановых. Все происходит в 19 веке. И, в общем-то, очень много забавных ситуаций возникает. Потому что Чита Ивановых путешествует по Европе. Но поскольку они не очень дружат с иностранными языками, у них то в общении с зарубежными, скажем, спутниками возникают различные ситуации, то различные ситуации смешные возникают, потому что они, опять же, плохо знакомы, допустим, с историей страны или еще с чем-то. То есть это художественная книга? Это художественная литература, но тут веселая. В общем, можно ее читать с улыбкой, да. То есть с осенними, темными, скучными, холодными вечерами рядом с батареей. Можно себя представить. Хорошо. Ну, а вот если говорить про тех людей, которые хотят всего и сразу, вот, я не знаю, напихать там мистический триллер, приключенческий, какой-нибудь детектив, комедия, и плюс еще семейная, чтобы это было. Ну, тогда мы будем с вами читать книгу Марии Риховской. Книжка названа «Записки одной курехи». Такое вот слово необычное, да, куреха, дуреха. То есть это молодая девушка, такая не очень приспособленная к жизни, но тем не менее, вот она не отстает от всех. Тетрадь в Дермантини. Интересная глава. Девушка Маша живет в деревне Жердяи, где все жители этого населенного пункта увлечены тем, что они ищут клад Наполеона, потому что одна из жительниц этой деревни, в общем, такую байку запустила, и теперь все в поисках этого клада. Здесь в книге, в общем-то, отражена 10 лет жизни главной героини, то есть от завершения правления Брежневского до начала правления Ельцинского. Вот девушка растет, узнает опять же жизнь, и здесь, да, все перемешано. И мистика, и семейные различные истории, то есть... Интересно. У нас есть телефонный звонок, кто-то готов ответить на вопрос, заданный в начале нашей этой студии. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, Ирина. Ирина, а как вы считаете, как вы думаете, как называют в лингвистике говорящих на английском языке англоманами или англофонами? Я считаю второе. Англофоны логически просто вычислила, потому что хотя английский не изучала никогда, не пришлось. Ну, несмотря на то, что англофоном вас не назвать, вы абсолютно правы. Это действительно так. И поэтому книга Мелвина Брега «Приключения английского языка» ваша. Спасибо вам огромное. Спасибо большущее. Едем дальше. Я вижу вот книжку, которую наверняка по обложке, правда, чуть другого цвета знают, но многие молодые мамы, которые много об этом говорят. Это продолжение какой-то книги. Это продолжение серии. Вот сегодня подборка книг получилась так, что все названия серии очень говорящие, очень интересные. Серия называется «Мировые родители». Написала эту книгу Карен Ле Бион, называется «Французские дети едят все». Вы правы. А, да-да-да. Первая книжка называется «Французские дети не плюются едой». Действительно, эти две книги теперь очень популярны у молодых родителей. И если в вашей семье есть маленькие дети, и есть проблема, опять же, как накормить ребенка не все он любит, вы можете воспользоваться советами, допустим, этой книги и для себя что-то взять полезное. Вот я специально закладочку вложила в книжку, потому что здесь единственная вклейка, здесь 10 советов как раз дано, что нужно делать. Ну, зачитай четвертый. Но если даже к нескольким прибегнуть, я думаю, книга поможет. Дети едят то же, что и родители, никаких специальных блюд. «Еда – не игрушка, не приз и не взятка». Понимаете, ну, то есть еда – это еда. Наш девиз – разнообразие, стараемся не повторяться. Можно не есть, но попробовать обязательно. Да, действительно, какие-то такие мудрые советы, думаю, всем молодым, да и не только молодым родителям, я думаю, что и бабушкам, и дедушкам тоже будет очень полезно. Ну и на финал нашего разговора всегда интересны и популярны, мне кажется, всегда актуальны биографии каких-то известных личностей. Что в этом направлении посоветаете? Я написала книгу Михаила Ильинского о Джанне Версаче. В книге представлены очень стильные черно-белые фотографии, можно их продемонстрировать телезрителям. Книга написана автором, который многое время жил в Италии. С миром высокой моды он знаком не понаслышке, он со многими из топов знаком лично. К сожалению, уже Версаче нет в живых, он погиб. В летом 1997 года. Но, безусловно, он является, до сих пор является одним из лидеров высокой моды. Одевались в его модном доме, скажем так, и Мадонна, и Леди Ди, и многие другие известные люди. И, в общем-то, он задал тон, и до сих пор традиции какие-то, даже в 21 веке, продолжаются. Спасибо большое. Елена, мы сегодня говорим о комиксах. Так. Сегодня день комиксов в США отмечается. Ну и спрашиваем про суперспособности и супергероев. Какие у вас любимые супергерои? Все-таки Илья Муромец или Супермен? Бэтмен. О, все-таки Бэтмен. Ну, а какими сверхспособностями хотели бы обладать? Саша, у меня волшебная фамилия. Я и швец, и жнец, и на дуде игрец. А поскольку у меня работа, порой бывает очень горячо на работе, мне приходится и отвечать на звонки, тут же консультировать своих коллег. Если что-то срочное, мне нужно тут же печатать на компьютере и соображать что-то. То есть как минимум шесть рук, да, и еще пара голов. Да, я как-то индийская богиня. Пожалуй, так. Как здорово. Спасибо вам огромное. Наша программа, друзья, продолжается через короткую рекламу. Мы вернемся в нашу студию, узнаем, какие события можно будет посетить в Екатеринбурге в ближайшие дни.